Без бурных дискуссий. Так можно охарактеризовать первую сессию года. За первый час депутаты рассмотрели почти десяток из 22 вопросов. Из важного в крае будут поддерживать не только местных инвесторов, но и из других регионов. Главное, чтобы они были зарегистрированы в налоговых органах на территории края. К примеру, создавали у нас филиалы. Такие компании теперь смогут претендовать на финансовую господдержку. Мы конкурируем за крупного инвестора по территории всей страны и за рубежью даже. Нам интересно, чтобы крупные федеральные или инорегиональные компании заходили в Алтайский край. Вкладывали средства в создание крупного производства, рабочих мест. Закрепили сегодня и новые направления господдержки в сельском хозяйстве. Теперь ее смогут получить и предприятия, которые производят продукцию с так называемыми улучшенными характеристиками. То есть без использования пестицидов и большого числа удобрений. К слову, в крае сейчас четыре сертифицированных предприятия, имеющих знак «Органик». Поддержку получит и сельский туризм. Обязательно присутствие личного подсобного хозяйства, либо это микрофермы, чтобы человек, во-первых, поучаствовал. Многие желают подоить корову. Скушать, естественно, это молоко или курица, которая выращена в домашних условиях. Безусловно, вот эти средства будут направлены на обустройство таких домов. А, допустим, если это мини-фермы, на приобретение какой-то техники. Вообще работы у депутатов в этом году будет много. Самые разные, отметил спикер КЗС. К примеру, на пике актуальности вопрос по бродячим собакам. При корректировке бюджета на 2022 год планируется увеличить финансирование на исполнение полномочий органами местного самоуправления. И это не все. Будем готовить законодательную инициативу Государственную Думу по изменению федерального закона. Вот те нормы, когда собака отлавливается, стерилизуется и опять в сферу обитания выпускается, по мнению и депутатов, и общественников, и вообще население считается немного неправильным. Пожалуй, наиболее активные депутаты были сегодня в вопросе выбора нового представителя общественной палаты края. Даже дважды переголосовав, они не пришли к единому мнению, кто Ирина Яковенко, Марина Афанасьева или Вадим Коваленко достойны занять место в общественной палате, пока оно остается свободным. К вопросу вернутся в марте. Татьяна Голубева, Вадим Быстревский, День с толком.